Наши продвинутые эксперты не могут оба зайти к нам из-за того, что имеют ограниченный интернет. Отстают от жизни. Мы будем пытаться тогда с ними как-то связаться, если сегодня не удастся. Есть варианты такие. Мы просто вам прокрутим их презентации. Они Дыскин, Алексей Владимирович, замглавного инженера ТГК-9, который готовил к презентации, что представляет себя программа развития энергетики Средневековской области в части развития электростанций и генерирующих мощностей. Вот он, может, прокомментирует ее либо по приезду, он собирался приехать сюда на днях, либо в одной из, может быть, вечерних экспертных дискуссий, если удастся, то в сегодняшней. То же самое по развитию сетей. Доклад готовил один из разработчиков этой программы, заместитель главного инженера Свердлов Энерго Шостаков Михаил Никонич. Вот сейчас видим, что сегодня у нее этот сигнал не получается. Может быть, тоже стоит ее показать, чтобы вы понимали, что здесь есть какие-то фрагменты более значимые, чтобы вы могли на них обратить внимание. У вас программа есть, доступная, вы можете с ней работать, но, кроме этого, вот еще и акценты, я бы сказал, в презентации отраженные наших экспертов, разработчиков, они вам могут быть тоже полезны и использованы вами в работе. А начнем тогда с сообщения по части теплоснабжения, как нам удалось разработать этот вопрос, в какой мере, вот в этой программе, в этом году. Нигматулина Мина Ромаданова. Я хотела бы вам предоставить на обозрение основные моменты программы развития Свердловской области на период 2013-2017 и перспективу до 2022 года в части теплоснабжения. Как уже говорилось, эта программа была разработана весной этого года прямо в стенах этого профилактория, то есть она родилась тоже в Верхнем Тагиле. Что могу сказать по поводу сферы теплоснабжения, отраженной в программе? Во-первых, вот такая подробная проработка в программе по теплоснабжению делалась первый раз. То есть если часть электрических сетей и станций уже давно находится в программе, то теплоснабжение только находится на стадии разработки. Поэтому, может быть, вам покажется, что достаточно небольшой объем работ был проделан. На самом деле это впервые, и мы попытались просто обозначить ситуацию, которая происходит в теплоснабжении, и прописать какие-то попытаться проблемы, которые характерны этой сферы. Будьте добры. Следующий слайд. На данном слайде вы можете посмотреть аналитическую часть по структуре отпуска тепловой энергии. Как видите, самые большие объемы потребления отпуска тепловой энергии приходятся на крупные промышленные города. И самое основное, что здесь можно видеть, что 56% теплоснабжения покрывается большой энергетикой. То есть это электростанции ОГК и ТГК, которые совместно с выработкой электроэнергии вырабатывают тепловую энергию. То есть это режим когенерации, который наиболее эффективен. Но одновременно участвует в покрытии тепловой нагрузки огромное количество котельных и блокстанций. То есть это, возможно, котельные, которые могут быть дровяные, газовые, то есть различных видов топлива. Но насколько они эффективны, анализ такой вообще не проводился. И, значит, второй момент, который был отмечен при разработке, что, значит, вот второй пункт, и кросс числа котельных, в том числе крышных зонах действия централизованного теплоснабжения, снижает объемы комбинированной выработки от ТЭЦ и ухудшает эффективность действия всей энергосистемы. Это момент, который мы можем наблюдать вообще во всей области. Следующий слайд, будьте добры. Ну, здесь указаны основные промышленные потребители, которые обеспечивают вот те нагрузки, которые мы видели на прошлом слайде. То есть это подтверждает то же самое, что вчера говорилось в части электроэнергии, что наша область, она крупная металлургическая область. И вот здесь мы видим поименованные заводы. Следующий слайд, будьте добры. Что еще было включено в программу? То, что к системам теплоснабжения в последние два года появились четко выраженные государственные требования, то есть была сформирована государственная политика в этой сфере. В 2010 году вышел ФЗС 190 о теплоснабжении, и в 2011 году, в конце года, появился закон о водоснабжении, в которых были четко выражены приоритеты, которые государство преследует в этой области. Значит, первое, во всех системах теплоснабжения должны быть разработаны схемы, причем схема должна быть представлена как на текущий период, то есть там должны участвовать все источники и сети, так и перспективные. И желательно, чтобы эти схемы были в электронном виде. На данный момент у нас этих схем практически ни в одном из муниципальных образований нет. Мы проводили мониторинг специальный при разработке программы и выяснили, что в лучшем случае такие схемы разрабатываются. Следующий, второй пункт, который достаточно важен тоже при выборе источника теплоснабжения, что в зоне централизованного теплоснабжения отдается преимущество только централизованной схеме, то есть все возникающие вот эти вот крышные и котельные должны быть закрыты практически. Третий момент. Приоритетной является комбинированная выработка, то есть она с учетом экономической обоснованности должна преобладать над всеми другими элементами. Что было указано во втором законе о водоснабжении, который важен для теплоснабжения? В нем были установлены требования к качеству горячей воды, отпускаемым потребителям. Этих качеств раньше нигде не прописывалось. И если качество горячей воды не соответствует, то из него вытекает второе требование, что там, где качество воды не соответствует нормативам, необходимо разрабатывать программу по переходу с открытой на закрытую схему. Вчера уже про открытую и закрытую схему говорились, но могу еще раз повторить. Это значит, говорит о том, открытая схема предполагает нагревание воды прямо на тепловом источнике, и эта же самая вода, прошедшая нагревание на ТЭЦ, она отпускается потребителям. То есть мы открываем кран, и нам идет та же самая вода, которая проходила нагревание на ТЭЦ. А при закрытой схеме у нас получается двойная циркуляция, то есть теплоноситель на ТЭЦ нагревается, но он не поступает в разбор в краны наши, а существует второй контур, в который поступает вода уже питьевого качества, ну, допустим, приготовленная водоканалом, но она нагревается в специальных теплообменниках, которые установлены, например, в подвале дома. То есть у нас две воды отдельные, при этом вода от ТЭЦ может быть достаточно подготовлена специфическим образом, то есть там ионо-накопитель, всякие смолы и так далее, чтобы не вызывать коррозию, а холодная вода уже нормального питьевого качества. Вот, ну и ниже вы видите вот эти два вида, которые, ой, два вывода, которые мы сделали, что в нашей области в основном открытые схемы, которые требуют проведения аудита и оптимизации последующей. И про то, что я уже говорила, что схем теплоснабжения нигде нет. Нет. Будьте добры, слева. Далее в программе были указаны на, ну, как бы, уже контурным достаточно образом проблемы системы теплоснабжения. Значит, первое, ну, вот этот момент, который все уже группы вчера отмечали, о том, что высокий износ систем теплоснабжения приводит к снижению надежности и даже до того, что угрожает жизни человека. То есть примеры такого мы все прекрасно, все с вами наблюдали, к сожалению. Но тут вроде комментировать нечего. Значит, второй момент – это низкое качество горячей воды. Тоже, я думаю, на себе многие испытывают. Следующее. По эффективности самих компаний. Теплоснабжающие компании сейчас на настоящий момент показывают достаточно низкую экономическую эффективность, но при том, что цены на теплоэнергию постоянно растут. То есть здесь получается, что существующие цены, которые потребители могут отдавать, не приносят достаточного результата для компаний. Следующий момент. Недостаточно развита система транспортировки тепловой энергии и существуют дефициты мощности в некоторых районах. И последний вывод говорит о том, что если наша область заявилась на проведение каких-то крупномасштабных мероприятий, то нам в наших программах реконструкции теплоснабжения необходимо бы эти мероприятия учесть. Потому что если мы будем иметь перекопанный город Екатеринбург в 2018 году, то я думаю, это будет совсем даже неприятно для наших гостей. И вообще это, в принципе, я считаю, недопустимо. Вот. Будьте добры, следующий слайд. Ну, значит, следующая картинка у нас была по поводу Екатеринбурга. Почему был Екатеринбург? Потому что он более-менее по схемам понятен. Хоть какая-то схема текущая существует. И, в принципе, на примере его говорили о следующих проблемах. Но по другим городам почему этого не было сделано? Потому что информации по данной теме пока еще нет. И, видимо, при корректировке следующих программ необходимо хотя бы по крупным городам эту информацию получить. Значит, что по Екатеринбургу? Вот эти два красных, вот этих мигающих кружочка говорит о том, что система теплоснабжения, она не оптимальна. То есть источники скоплены в одной части, в другой части города. Их недостаточно, вот где круглый большой, в районе юго-запада. И неразвитость тепловых сетей – это вот верхний овальчик. Будьте добры, следующий слайд. Ну и вот такие вопросы наметились, которые необходимо решить при доработке программы. То есть это разработка перспективных схем, поэтапный переход с открытых на закрытые схемы, увеличение доли производства теплоэнергии на комбинированной выработке, учет крупных мероприятий при сроках реализации реконструкции тепловых сетей. И это в первом моменте. А в связи с этим какие-то нам необходимые технологии, которые нам позволили бы все это провести быстро и качественно, с эффективными затратами. И третье, ну это уже как бы программный момент. Необходимо сформировать перечень объектов, необходимых для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. Вот. У меня все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, 100 вопросов. Что нужно, чтобы перейти с открытой на закрытые схемы? Что нужно сделать? Значит, ну вот могу на примере Екатеринбурга пояснить. Значит, вот на сегодняшний момент, так как у нас, ну как бы первое, да, первый момент. Вся вода горячая, которую мы разбираем, это достаточно большое количество. Сейчас цифру не могу сказать, но представьте, то есть вот достаточно высокая цифра нашего потребления. Она поставляется с тепловых электростанций. Для того, чтобы на закрытую перейти, это отдельный контур. Нужно столько же воды, чтобы поставлял водоканал. То есть он свое, как бы, ну свой отпуск, да, по сути, он только сейчас холодную часть дает, он должен в два раза увеличить. То есть пропускная мощность водяных сетей должна быть увеличена в два раза. Это то есть первая реконструкция водяных сетей. Первое. Второе, значит, это установка вот этих теплообменников, которые будут как раз осуществлять теплообмен. Это каждый, там, ну не знаю, двор хотя бы, ну может быть дом. То есть вот здесь в зависимости от того удаленности и так далее. То есть это второй момент реконструкции дополнительного оборудования. Третье. С водой у нас в Екатеринбурге, как вы знаете, не очень. То есть где-то ее нужно будет брать. Вместо того, чтобы на ТЭЦ брать, водоканал будет должен добывать. Дальше по поводу самих сетей тепловых. То есть они сейчас настроены на определенные режимы вот с этой вот открытой схемой. То есть там давленческие и так далее. То есть это вот перенастройка всей системы регулирования этих тепловых сетей. То есть вопрос, это вот самое крупное назвала так, а остальное все вот организационно. Это город должен дальше все это согласовывать и переносить, где чего устанавливать и так далее. То есть организационных и технологических моментов очень много. А новые районы на закрытых схемах сейчас строятся, которые академические? Академические, по-моему, да, сейчас там на закрытой. Но вот сейчас точно не могу сказать. Вот которые совсем новые, да, они вроде по закрытой схеме. Спасибо. А за чей счет весь этот банкет будет планироваться? За счет собственников сетей или за счет опять включения в тарифы или какая-то целевая программа по финансированию? Или за счет потребителей? Потому что деньги-то большие надо будет. Ну, в законе, по-моему, вот в одном из, в обоих, по-моему, законах это указано, что так как бы размыто, что тарифы должны быть включены. И, в общем, пока схемы финансирования на самом деле нет. Есть еще вопросы? Каковы у вас впечатления? Есть какие-то осуждения по вот этому сообщению? Я такой комментарий хотел бы предложить вам. Вот вчера, грубо говоря, группа варили в собственном соку. Есть собственное представление, выложили собственное представление о том, как выглядит энергетика. Кто-то пользовался при этом какими-то источниками, я считаю, что это хорошо. В том числе один из источников, это та самая программа, фрагменты здесь наиболее значимые с точки зрения экспертов, разработчиков этой программы здесь изложены. Можно ставить и другие акценты, просто вы можете этим воспользоваться сейчас и доделать работу вчерашнего дня. С другой стороны, сегодня уже мы видим, что у нас есть материал, который позволяет заглянуть немножко в будущее и понять, что предлагается, что нужно делать с точки зрения разработчиков программы на ближайшую перспективу, пяти- и десятилетнюю. Этим тоже можно воспользоваться, но вот как этим можно воспользоваться? Тут надо разобраться. Скажем так, есть конкретные примеры. Амина приводила примеры, скажем, сегодня такая реальность, что схемы, ну скажем так, немного разработанных схем. Это факт. На это увидели разработчики и видят, что в программу теплоснабжения, можно сказать, писать нечего, потому что там, вот если мы собирали, как я говорил, пазл, да, вот генерацию строят, эти то-то, эти то-то, эти тогда-то, а здесь вообще ничего нет. В этом смысле эта страница, глава, можно сказать, она не была разработана в полной мере. Это самая недоработанная часть программы. Как будет развиваться теплоснабжение, вот за чей счет банкет, да кто будет платить, нет от этих ответов, даже постановки. А что нужно делать, на самом деле нету. Скажу один пример. Когда у нас губернатором стал Мишарин, он решил сделать выездное совещание в городе Артемовске. Почему в городе Артемовске, никто не догадывается? Родина. Приехал на родину и решать там проблемы, и он там же, там же министром был Шевелев, дал распоряжение резкое, звучное, все услышали его, пропиарили. Все очень плохо с теплоснабжением, с теплоснабжением все очень плохо. Хотя есть Артемовская ТЭЦ, есть там, которая там, не используется вся ее мощность, есть какая-то сеть протяженная, большая, на, можно сказать, одноэтажный город. Непонятно, с каким состоянием, с какой гидравликой, скажем, да. Непонятно, какая схема, схемы нету. И понятно, что есть где-то серьезные недогревы, есть проблемы, там, проблем много, есть износ, как и везде. Но что-то внятное сказать про нее очень сложно. В финале этого совещания было такое, шашкой рубану, можно сказать, так, министру энергетики, командировать до конца отопительного сезона заместителя министра, в Артемовской, пусть тут живет и как бы убдит, чтобы ничего не случилось с теплоснабжением. Такое пожарное решение. Оно, конечно, было где-то таким, пиарно-политическим. Вот как я тут сделал, проехал, первый его проезд был, по-моему, приехал в Нижний Тагил, заметил, что там снег с дороги не почищенный, если кто-то помнит. Приехал и тут же мне сообщение, там, кто у нас отвечает за чистку дорог, снять с работы. Вот такие резкие движения, они, наверное, нужны, чтобы приободрить там публику, которая засиделась на своих местах. Но делать-то надо что-то не только для пиара, а для реального решения проблем. Я пригласил туда специально Егорова, директора ИЦУ, с тем, чтобы он тут подготовился и предложил, что нужно делать. Тем более, вот в НИПЕ-энергопром, там у них Оргрест, там у них много квалифицированного народа было, и губернатору до этого писали жалобу группы теплоснабжения, которые занимались этим, там, женщины, которые, по-моему, от Урала до Владивостока разрабатывали все схемы, но они не востребованы. Никто их не заказывает, никому они не нужны. И они там буквально там их реструктурируют, увольняют, потому что нет работы для проектировщиков. Ну нет работы, бизнес, есть бизнес, нет работы, значит, не нужны. И тут оказывается, работы-то много, только ее никто не заказывает. Вот парадокс. Егоров выступил, мне кажется, очень грамотно, он сказал, во-первых, надо понять, что у вас здесь с теплосетью, у нас есть Оргрест, который может, квалифицированный, вот Курган обследовали, рассказал, как обследовали, просто буквально настройкой оборудования, там сразу отрегулировали гидравлику, снизили потери резко, улучшили, можно сказать, Орг-мероприятия, просто они понимают, где перекошены были, скажем так, режимы. Ну, конечно, там и другие рекомендации, в которые нужно вкладывать деньги, это они сделали. И вот он говорит, мы можем обследовать сеть и дать заключение, что там и как. Оказалось, там буквально воруют тепло на теплице, там есть не только электроэнергии воруют, но и тепловую энергию. Так что все хорошо, и никто не платит, экономика совершенно кривая. Вот первое, что он сказал, мы можем сделать. Второе, мы можем и нужно разработать схему теплоснабжения. До 190-го закона, это было как бы откровением. Да, схему можно разработать. Да, мы можем разработать схему. И эти работы две ИЦУ сделали. Но как только их сделали, там же губернатор, он же не ограничивается этим, он все может. Он построил, например, там школу, вот я ее недавно видел, просто исключительная школа. Такая красивая, дворец. Оказывается, он когда-то там учился. Рядом со школой, раз уж школа есть, поставили, по-моему, одну котельную тут же, где-то еще одну поставили. В общем, втыкали еще блочных котельных, туда еще завели облаком энерго, потому что там вот когда-то КЭС-холдинг владел Артемовской ТЭЦ. И КЭС-холдинг от нее избавился по одной простой причине. Постоянные убытки, порядка там 150 миллионов в год приносит вот этот бизнес. Ну и Слободин тогда руководителем был КЭС-холдинг, а очень четко сказал председателю правительства Гредину. Он говорит, ну готова за копейку продать, потому что бизнес, который приносит убытки, он ничего не стоит. И они ее продали с удовольствием, но продали какой-то темной компанией, они сразу же избавились от убытков. А правительство области получило головную боль в виде субъекта, которого никто не знает. Невозможно ему не написать письмо, не вызвать его на кавер. Начинает там увольнять людей, начинают какие-то свои действия совершенно непонятные, разрушительные. Мы вызывают, организуют, вернее, для начала даже не забастовку, а собрание, трудовой коллектив, потому что это был хороший коллектив, в хороших руках была станция. Собственно котлы-то построены в 90-е годы, это ТЭЦ недоведенная, до ТЭЦ, генерацию не успели построить. И вот начинает все это разрушаться, организационные планы, то зашел какой-то бизнес, что ли распилить, что они хотели с ней делать, так и достается непонятным. Еще и вот эта особенность есть, кто собственник, кто отвечает за этот объект, за это теплоснабжение, было очень трудно разобраться. В конце концов, объявили чрезвычайную ситуацию, потому что в зиму входилась неготовность в следующую зиму станции, отдали ее обл. коммунэнерго под контрольное предприятие областному правительству. И когда они стали там смотреть, что в это время сделано, оказывается, в это время схема, которая только что нарисована в этом году, она же уже проигнорирована. Уже эти котельные со школой где-то, еще там где-то построены, совершенно не по схеме, и совершенно они там не нужны. И директор обл. коммунэнерго говорит, уберите эти котельные, они абсолютно мне не нужны. Вот только что поставленные, новенькие, они еще дальше разгружают и так разгруженную Артемовскую ТЭЦ, еще сильнее ухиджают гидравлику. Кто поставил, он же не теплотехник, он говорит, людям холодно, поставьте котельные, пусть им будет тепло. Хороший же помысел, но не инженерный подход. Понятно, что вот что творится в теплоснабжении, кошмар и ужас, можно сказать. Вот где как бы курирует даже сам губернатор, спасает свой город, и в этом смысле, я бы сказал, делается еще хуже. Как ни странно, вот он сам, отец, можно сказать, родной, готов сделать для единственного города в области какое-то благо, а это не получается просто так, когда мы игнорируем системный, инженерный, нормальный подход, где надо посчитать, выяснить, кто, что, должен, какова вообще картина. Картина, вот что мы пытались вчера выяснить, вчера, конечно, задачка у нас запредельная была, что происходит в энергетике, какую энергетику мы имеем. Спроси серьезного энергетика, и он так сразу с полуоборота не ответит. Поэтому у нас на таком пределе нам придется работать, понимая, что даже вот то, что написали здесь эксперты, это еще не все. И это здесь еще нам надо выйти, выявить свои ужастики, да, нами понимаемые проблемы, хотя материалы в вашем распоряжении. Вот это один из примеров, где понятно, что у нас в сильно запущенном состоянии теплоснабжение, гораздо более сильно запущен, чем, скажем, электросетевое хозяйство. Вчера вы слышали о рассуждении экспертов, как непросто, какая непростая ситуация складывается у нас в развитии сетей. Их и строить, это дорого, нужны большие инвестиции, их и не строить нельзя, потому что объем старения очень большой, объем износа, их надо менять. И если менять то же на то же, тогда мы получаем то же самое технологическое отставание. Это в группе генерации об этом говорили, что у нас даже если все более-менее прилично работает, то даже те же удельные расходы, например, никуда не годятся. То же самое ведь и в сетях, а вот в теплоснабжении это такая особая, особо проблемная зона. И нам надо из всего этого выявить наиболее, скажем, там страшные угрозы и риски из этого всего дела. Вот такая работа, просто, скажем так, мы и не ставили работу, ее невозможно даже было сделать тоже целиком, но тем не менее нам надо как-то в этом направлении двигаться. Эту работу, безусловно, будет продолжать и экспертная группа, и надо подключать сюда проектный институт. И вот сейчас новый губернатор у нас появился, надо отдать ему должное, поскольку он работал в Тюмени, в Тюменской области, он сравнивает картину здесь и картину там. И он понимает, что муниципальные образования не заказывают схемы теплоснабжения, потому что у них просто нет денег. Это не первый приоритет, у них таких пожаров, стопки целые, списки целые. И он принял решение, централизованное финансирование обеспечить, разработать схемы теплоснабжения по всем городам. Я считаю, это вот серьезный прорыв вперед. Наконец у нас появятся схемы, а у разработчиков появится работа для того, чтобы мы постоянно актуализировали эти схемы. И, ну, кроме этого, надо, чтобы мы им следовали, чтобы они тут же откладывали в сторону и делали что-то другое. Вот такие есть сюжеты в добавлении к тому, что сказала Амина. Но еще один момент. Вот сегодня я, уезжая вот сюда на это мероприятие, отложил в сторону несколько разрешений на закрепление вида топлива для теплоснабжающих компаний. Почему отложил? Потому что это крышные котельные, а здесь о них немножко говорилось. Крышные котельные – это, ну, это, можно сказать, передовое решение в теплоснабжении. Можно так сказать. Я живу в доме, у меня крышная котельная, я сравниваю там с ботаникой. Очень удобно. Горячая вода практически сразу же, тепловых сетей почти ноль, тепловые потери, соответственно, тоже нулевые, все качественно, все хорошо. Но что говорит ТГК-9? Они говорят, и вот здесь это тоже прозвучало, крышные котельные ставят там, где сложилась система централизованного теплоснабжения. И здесь есть вложенные большие деньги, а это же очень большие деньги. Где-то, конечно, сети надо сворачивать, как в Артемовском. Там длинные-длинные тепловые сети, и одноэтажная застройка идет. Там они просто абсолютно себя не оправдывают. И там надо что-то делать другое. А есть централизованная застройка, туда протянули трубу большого диаметра, это очень большие деньги. А застройщик строит, я строю свой частный там дом, пусть даже многоэтажный, с большой нагрузкой тепловой, ставлю себе крышную котельную. И он считает, что ему это дешевле, по бизнесу ему это дешевле. А эти деньги за что вложены? Они в схеме заложены были. В схеме было заложено, что этот район, там какой-нибудь академический, пусть чуть поменьше, будет брать тепло от этого теплоисточника и от этих тепловых сетей. А они недозагружены. А этот перекос, он пока непонятно как должен устраняться. Но это было одно еще. Что говорят эксперты, которые обсуждают эту тему, в том числе из ТГК-9, они говорят, кроме этого, у нас есть персонал, который мы знаем, который мы проверяем, который мы обучаем. А кто эксплуатирует вашу крышную котельную? Я не знаю. Мужичок какой-то, бутилогрейкий, он мне привел, показал, открыл ключик. Почему он меня пустил-то непонятно. Я говорю, мужик, покажи, что у нас. Он может, мужик просит, надо показать. А кто я такой, может, диверсант пришел? Я смотрю, да, оборудование работает, никого нету, никого вроде не надо. Они говорят, кто обслуживает? Как можно надеяться, что завтра оборудование не крякнет, например, и некого искать? А кого искать? Где? Насколько квалифицированный персонал? Есть ли водоподготовка? Если завтра, если водоподготовки нет, то завтра все эти трубы просто отложениями обложатся, и вся эта система встанет. И кто, и как ее будет ремонтировать, и когда? Зимой? А у меня вопрос был только один в этом плане пока, который меня касается. Я должен подписать закрепление топлива. Газпром требует, чтобы было резервное топливо. Я, выполняя волю Газпрома, довольно просто поступая, никого ума тут не надо. Я говорю, предусмотрите резервное топливо. Они говорят, какое? Дистопливо, мазут, уголь на крышу? Нельзя. А какое? Вот тупик, он не согласован на федеральном уровне. Сейчас написали письмо Министерству энергетики Российской Федерации. А как с этим быть? А никто не знает. А при этом у нас масса уже домов с крышными котелями, люди деживут в комфорте, у них все хорошо. Но пока. Как с этими вопросами перечислены быть, непонятно. И это новая технология, новая энергетика. Но ведь то, что рассказала Амина по поводу перевода на закрытую схему теплооснабжения, это еще более проблемно. Вопрос ведь еще на самом деле, как, за чей счет, какие деньги должны быть вложены в это. Например, Владимир Анисович Дыскин говорит, это нереально просто. Я говорю, как вы считаете по поводу перехода на закрытую схему? Он говорит, да, я спокойно к этому отношусь. Что это обсуждать? Все равно это нереально. Все равно это не сделать. Хотя бы потому, что это очень дорого. Потом, кто это должен делать? Вот здесь очень много непонятного. Я прошу обратить ваше внимание, что вы можете использовать эти материалы, которые вам даны, но при этом надо как-то кожей почувствовать, что здесь есть то, что относится к нашей работе, то, что иногда формально эксперты не могут, скажем так, написать даже в этом документе. Мы понимаем, обсуждаем, а сюда понимаем, писать нельзя. А вот здесь мы должны это обсудить. Какие риски, какие угрозы существуют сегодня? Первый момент – это дописать работу сегодня, вчерашнего дня. Второе. Есть программа. Снимает ли она эти риски, эти проблемы? Вот в этом случае есть совет. Надо бы вот это делать. Но мы же видим, в этой программе нет ответа на вопрос, а когда и кто и за какие деньги это сделает. Например, вот хотелось бы, чтобы вы это понимали, что эти материалы мне надо пользоваться. Нам надо провести немножко другую работу, чем ту, что проделали эти эксперты. Ко мне вопросы есть? Да, пожалуйста. В том-то и дело, они находятся там, где кто захочет построить. Екатеринбургаз с удовольствием выдает разрешение, подключает свои газовые сети. Покупатель же есть. И то, что это не системно делается, ну это очевидно. А кто отвечает за системность? Непонятно. Есть еще вопросы? Так, хорошо. Мы движемся дальше. Попробуем сделать вот что. Мы сейчас покажем еще одну презентацию по развитию генерации, чтобы вы могли ей пользоваться. Ну и, наверное, на этом прекратим. Михаил Илья Кенчич, Шестаков, возможно, завтра, Илья, можно будет завтра там организовать рабочее место, поскольку дома нет хорошей сети, чтобы в 9 часов утра он мог, может, от тебя. Ну он сказал, что поищет, найдет, чтобы можно было завтра, может быть, немножко с отставанием, но заслушать его презентацию по развитию сетей. Но мы попробуем сегодня ее найти, и группа, я думаю, может ей воспользоваться, тем более, что сама программа есть. Загрузите, пожалуйста, презентацию Дескина по генерации. Давайте попробую прокомментировать, что тут написано. Структура установленной мощности. Видите на этом слайде. Она приведена и там. Тут, собственно, не сильно много можно комментировать, но тем не менее, что говорит Дескина. Обратите внимание, что 93,7% мощностей – это мощности тепловых электростанций. У нас сегодня 600 мегаватт есть не тепловые, а атомные электростанции. Пожалуйста, дальше. Состав электростанций, находящихся на территории Свердловской области. Ну, здесь конкретно они расписаны. Каждая станция, какую имеет мощность. Всего, видите, 9669,9. То есть 9670 мегаватт сегодня установлены. Прошу обратить внимание, что это те мощности, которые находятся в поле зрения системного оператора. Свердловская РДУ эти мощности видит, и они находятся под его управлением. Мощностью, величиной меньше 5 мегаватт он не видит и не собирается видеть. Я им, скажем, звоню и говорю, как вы относитесь к установке на УОМЗе, оптико-механическом заводе. Они хотят построить генерацию 1 мегаватт. Они говорят, мы никак, это не наш вопрос в том смысле, что мы не наблюдаем и не собираемся, не требуем с них каналов, автоматики. Это уже с сетевой компанией, они должны понять, как им нужно, не нужно работать. Мы не собираемся наблюдать такие мощности. У нас по регламенту не положено. А я хочу сказать, что кроме этих 9700 мегаватт, у нас есть еще мощности разные. Те, которые знают сетевые компании, они знают, они к ним относятся по-разному. Хотелось бы понять, как они должны к ним относиться и как они сегодня относятся. Это, на мой взгляд, это наш рабочий вопрос. Вот это самая неучтенная здесь, но известная часть генерации. И сколько ее? Есть еще третья часть генерации. Это та, которая неизвестна ни системному оператору, ни сетевым компаниям. Это то, о чем вчера начали говорить уже, что начинается такой процесс. Потребитель ставит свою генерацию, ставит свою сеть, причем по разным причинам. Говорят, у ГМК закупили мощное оборудование, компрессорное, по-моему, порядка 12 мегаватт. Подключили в сеть, по-честному заплатили, а не работает. Требования по качеству электроэнергии американские совсем другие, чем у нас. Причем они реально таковы, что здесь это оборудование не работает. Пришлось им делать выделенную свою сеть, свою генерацию, все это обвязать, изолировать от энергосистемы, и эти 12 мегаватт покрываются нагрузкой, покрываются своей же какой-то генерацией, не меньшей крыша мощности, а какой, непонятно. И она не системная. Это крупный кусок. В прошлом году ко мне пришла компания, говорит, мы хотим построить электростанцию рядом с, знаете, аквапарком. Если ехать в Кольцо, там строятся сейчас новые дома на просторном. Электростанции 13 мегаватт, по-моему. Я говорю, а как вы подключаетесь к системе? А никак? Как-никак. А так мы решили самостоятельно делать энергосистему внутри города даже. Ладно, где-нибудь на периферии. А по теплу как? А тоже никак. Мы все изолируем. А чьи дома строите? Косцы там. Это Карабаса-Барабаса. Это дома ФСБ строятся. И с таким нажимом давят, давай там опять же газ. Оказывается, что никто никем никак не согласовывал это. И это вот бизнес, появляются вот такие вещи. Да, они какими-то бумагами проложились с тем, что вот мы там ЕСК пишут. Сегодня мы не можем выдать тех условий до разработки схемы. Они говорят, видите, они не могут. Вот поэтому мы решили так. Это вот явное такое, мягко говоря, хулиганство. Совершенно не системное развитие энергетики. Но в конце концов, когда стали дознаваться министра, почему начальник отдела энергетики не тормозит решение, типа снабжения или снабжения их домов, я сказал, да забирайте. Но я хотел, чтобы вашим людям не было потом печально и холодно, и чего-нибудь еще. Потому что непонятно, какие-то немецкие турбины, которые не знает никто здесь в стране, должны кем-то непонятно кем обслуживаться. Очень интересное решение, конечно. Но эксперты, которых я собрал, сказали, мы вообще не понимаем, что это такое. И как это будет работать. В конце концов, они подумали и отказались, что-то сейчас другое строят. А сколько таких, которых я не знаю? Иногда приходят... Вот у госпиталей Инолидов войны построим 10 мегаватт, у Богдановича построим 10 мегаватт. И это не полмегаватта. Это вот такие мощности, которые должны быть в поле зрения системного оператора, но поскольку они изолированы, они строят сами по себе. Они говорят, а зачем нам советоваться? Мы же сами для себя строим. Сколько таких, никто не знает. Вот Сергей Евгеньевич Кокин говорит, что порядка, по-моему, 200 мегаватт у нас есть, такой неучтенной мощности уже установлены. Потребительской. Я слышал от самих предпринимателей, они говорят, да, наплевать нам на МРСК. Мы цех строим, строим рядом газопрошневую установку, скажем, мегаваттную там, или полмегаваттную. И никакого резервирования. Если у нас что-то там чихнет, мы вызовем сервис, остановим цех, остановим производство, потом запустим. И это будет гораздо дешевле, чем сегодня платить за тех присоединения и так далее. Таким образом, вот эта история к чему? Таким образом, вот эта часть айсберга, я надеюсь, большая. Но какая-то есть невидимая. Причем вопрос-то не в том, что она есть небольшая, я думаю, что там может быть мегаватт и 50 всего лишь там, 60 каких-то неучтенных. Но вопрос в том, что она начинает очень быстро расти. Вот видите, вот этот крест Баркина. Раз снижается стоимость, а наоборот, с другой стороны, повышается стоимость традиционной энергетики, то искушение, и об этом вчера Илья Шевелев говорил, возрастает, и люди начинают стремиться к тому, чтобы построить вот эту свою генерацию. Так вот, эта картина нестабильная. При этом вы понимаете, что, я говорю, зимняя нагрузка 7 тысяч мегаватт, летняя максимальная 5 тысяч мегаватт. У нас избытка мощностей. Идем дальше. Вот возрастная структура. Их надо прочитывать как-то внимательно и как-то внимательно понимать, что это значит, когда вот такие вот, такие в мощности, в такие годы вводились. Скажем, вот то, что введено до 70-го года, это, читаем, 1800, 2, значит, сколько там, 3, 1200, 3200 мегаватт. Да, это мощности, которые вообще пора заменять. Это грубо, если смотреть, да? Дальше. С одной стороны избытки, с другой стороны половину надо выбрасывать. Так. Ну, видите, избыточный баланс, о чем мы говорили. Здесь у нас сложился на сегодня. И полная уязвимость, полная зависимость от ввозимых ресурсов. Как это оценить? Как к этому относиться? Может, это нормально? Может быть, нет. Вчера я об этом говорил. Мне кажется, группа должна как-то определиться для себя и свое мнение составить, хорошо это или плохо. Удельные расходы, вот блока, который введен сегодня на Северный Уральский ГРЭС, 220 грамм условного топлива на киловатт-час. А удельные расходы топлива на этих станций можно увидеть, опять же, в программе, там до 500 доходят. То есть в два раза больше. Здесь в комментариях, вот Дескин прислал их, он говорит, что если построить ПГУ, который предлагается сейчас строить, кэсхолдинг в том числе, то мы снизим потребность в топливо порядка 3 миллионов. И в газе порядка полутора миллионов кубов. Существенный кусок, который можно сэкономить или недозакупать у «Газпрома». Ну и межсистемные связи позволяют сегодня нам это все выдавать, если бы это кому-то завтра пригодилось. Дальше идем. А вот несоответствия экологическим требованиям тоже здесь отмечены. Проблемы. Степень износа, ну я бы сказал так, на самом деле она угрожающая. Вот комментарии руководителей РАО «Эс-России», когда я возил к ним еще, будучи в ТГК-9, они говорят, «Вы что, с ума сошли? Куда вы смотрите? У вас же станции рассыпаются». А в МОСЭНЕРГО, надо сказать, они почти все уже обновили. У них другая картина. Мощностей у них много, все хорошее, все нормальное. Я говорю, «Нет, мы не с ума сошли, это вы с ума сошли». Потому что, а где мы возьмем деньги в 90-е годы, например, на это обновление? У нас золотвалы не строились в это время. И износ не случайно сложился вот такой. И обновление мощностей, это очень, особенно электростанция, это очень дорогое удовольствие. С другой стороны, а можем ли мы не обновлять сети? Мой дедушка рассказывал такой, как типа анекдот. Цыган отучал, лошадь есть. Выгодно очень. Не ест их, все. Вот почти отучил, но сдохло. Вот то же самое, на мой взгляд, может произойти с нашими станциями, когда мы их отучаем возобновляться, восстанавливаться, а в какой-то момент это скажется на нас. Эту угрозу, на мой взгляд, нам надо описать. Ну, про золотвалы уже сказал. Давайте дальше. Ну и еще дальше. Соответственно, в результате обзора всех планов, всех представлений энергокомпаний о том, что они собираются построить, и не только представлений, а вот этих вот ДПМ-ов, договоров при доставлении мощности, где уже, я бы сказал, кровью расписались владельцы компаний, что они построят эти мощности. Мы получили вот такую суммарную картину. Видите, последнюю строчку, там видно, каждая станция, в какие годы, что собираются вводить. У нас получается прирост мощности до 12 тысяч мегаватт в 17-м году, вот это наш контрольный год. И я сейчас скажу цифру, где-то он ее здесь приводит, какая у нас получилась в 22-м году. 14 тысяч 551 мегаватт. В 22-м году, если все, что здесь намечено, будет построено. Итак, сегодня 10 тысяч мегаватт, поскольку мы не знаем, какой хвостик прибавить к той почти круглой цифре. 10 тысяч мегаватт сегодня, через 5 лет 12 тысяч мегаватт, через еще 5 лет 14 с половиной тысяч мегаватт. Вот такая динамика складывается у нас в программе. И такого не было давно, надо сказать. Вот сейчас у нас появляются вот такие приросты. И мы покроем растущие нагрузки, если, конечно, они будут расти. Пожалуйста, дальше. Вот. При этом понятно, что надо выводить мощности. Но вот здесь вот продумана, я считаю, вот очень продуманная сторона, что когда можно выводить. И не ранее чем. Суть этого, вот этой работы в том, что мы должны аккуратно и динамично вводя мощность, после этого знать, что и сколько можно вывести. Сегодня, к сожалению, картина такая, что вызывают нас в Министерство энергетики Российской Федерации и говорят, так, что будем делать с Богословской ТЭЦ, Верхнетагильевской ГРЭС. Вот они сказали, что они с 1 января выводят свои мощности. С 1 января 2013 года. Через полтора месяца выводят из работы агрегаты на Богословской ТЭЦ, на Красногорской ТЭЦ, на Нижнетуринской, на Верхнетагильевской, на Среднеуральской ГРЭС. А почему они выводят? Вот же программа внятная. Ввели что-то, выводим, ввели, выводим. А почему они выводят? А оказывается, в июне этого года системный оператор опубликовал перечень, так называемая, конкурентного отбора мощности. Это те мощности, которые попадают вот в этот рынок оптовый, и там будет оплачено их существование, их эксплуатация. А поскольку то, что не попало, а это очень жестко, это те агрегаты, которым исполнилось 50 лет, то есть 62-го года ввода. Они и ранее, они начинают отсекаться. Но за исключением там, где есть угроза нарушения теплоснабжения. И вот нам приходится доказывать, что все эти агрегаты у нас, вот Амина уже говорила, большинство у нас работает в комбинированном режиме, и мы вырабатываем не только электроэнергию, но и тепло, и понятно, зимой, в январе, какие плохие шутки, когда мы начинаем выводить мощность из-за того, что энергокомпании за свой счет содержать ее невыгодно, за счет нагрузок тепле, она не может быть покрыта, потому что там не те деньги, что называется, и может быть сохранена с тем, чтобы не было убытков у компании, только за счет сохранения в этом конкурентном отборе мощности. Короче говоря, вот эта вот страница, кроме предыдущей, что когда будет выводиться, она очень актуальна, и она должна быть, конечно, очень жестко увязана. Вот несистемный вывод мощностей, это, конечно, уже не там кризис, катастроф, это, скорее, преступление. Так, конечно, делать нельзя, но, к сожалению, сегодня вот правила написаны таким образом, что они порождают процесс несистемного вывода мощностей. Здесь попытка сделать это системно. Дальше. Ну и вот диаграммы до 17-го года. Вот вывод. И дальше. Дело в том, что следующие пятилетки для нас необязательно, мы просто заглянули в нее немножко подальше, нам надо на 5 лет разрабатывать постановление 823 требует нас проработки на 5 лет, но мы же понимаем, что некоторые мощности будут построены позже, мы уже что-то знаем. Поэтому вторая перспектива, она менее ответственная для нас, мы просто знаем о них что-то, и там картина будет, конечно, сильно еще уточняться. А вот первое, это уже то, что реально будет построено, и, скорее всего, ничего не изменишь. Конечно, в нашей власти, может быть, сегодня повлиять на вторую картинку, на второй период, и это надо очень сильно постараться, чтобы, может быть, изменить вот эти вот решения. но иногда и надо влиять, хотя уже реализуются вот эти вот решения, которые на левой картинке обозначены, вот эти самые вводы и выводы. Я еще, кроме этого, сказал, что, говорю, сегодня идет процесс такого нажима на вывод более динамичный, более быстрый, чем здесь показано. Пожалуйста, дальше. Так, ну и вот видите, если здесь есть у нас прогноз прироста вот этой установленной мощности, в том числе с учетом вывода, интегральная характеристика, она идет хорошо вверх, вот, то, кроме этого, у нас есть нагрузка, и вот она в районе 7000 мегаватт сегодня есть, максимум, она вот как растет. Есть еще вариант нагрузки с учетом резерва. И вот, где эти кривые расположены по отношению к тому, что мы имеем. И отсюда мы видим, что избыток у нас не просто есть, он у нас еще и нарастает. Дальше. Причем, может быть, это и неплохо. Китай имеет мощностей очень много, производственных всяких, и всему миру продает свою продукцию. Может, нам и на самом деле, имея избыточные мощности, продавать все округи, что называется, всему Уралу свою электроэнергию, и от этого хорошо жить. Почему бы нет? Вот вопрос. Надо с ним разобраться. Он на самом деле спорный. Спорят, профессионально, может, всегда было хорошо, почему сейчас будет плохо. Непонятно. Ну, и вот это в цифрах тоже самое. Дальше. Так, ну вот здесь даны какие-то выводы по поводу складывающейся картины. Вот я думаю, что как раз выводы я рекомендовал бы вам сделать самим, потому что надо разобраться вот именно в залоге энергобезопасности. Здесь сделан, я так понимаю, балансный подход, то есть как мы, какую мы энергосистему имеем, при этом, какие параметры целой энергосистемы складываются, и вот суммирование вот этих всех планов, какие тут перекосы возникают. А нам надо по другим углом зрения это дело рассмотреть. Что нам это дает в плане энергобезопасности? Какие опять же угрозы, какие риски, как они снимаются программой? Вот до сих пор мы жили, вот такой намек дан, до сих пор мы жили в таком представлении. У нас есть в энергетике угроза дефицита мощностей, дефицита электроснабжения, соответственно, мы энергетики должны с упреждением строить генерирующие мощности. И если мы видим, что у нас вводы опережают прогноз потребления и роста нагрузок, то мы эти угрозы и риски снимаем. С этой точки зрения у нас отличная программа. Мы гарантированно и с большим запасом снимаем риски дефицита электроэнергии в Свердловской области. Мы молодцы. А с точки зрения других, как и бы, возможных постановок этого вопроса надо разбираться. Есть вопросы? Нет. Илья? Илья, что-то на эту тему есть сказать, как-то прокомментировать? Нет, да? Все сказано вчера. Да, точно. Это неспроста. Я отдам, если надо. Надо? Держи. Группа экономика Антаков Андрей. При разработке вот этого раздела программы какие-то экономические основы вообще предусматривались или рассматривались только сугубо системные вопросы электроэнергетики? Спасибо. Хороший вопрос. Очень важный, мне кажется, вопрос. нет. Это была группа технических специалистов, которые с пониманием дела формировали общую картину, которая складывается, даже независимо от экспертов, я бы сказал. Это надо обратить внимание. Мы не придумывали эту программу. И больше того, мысли-то у людей были, они умные, но мы не могли какие-то свои фантазии туда написать. это очень непросто, потому что есть принятые решения. Мы же не можем написать не вводить четвертый блок на БС. Там он 90% готовности, а мы не вводить. Мы решили тут посоветовать, тут вверх выехали, чаю попили, а мы решили не вводить. Вы сами понимаете, что это просто невозможно. В этом смысле это где-то вынужденная такая работа, но она очень, на мой взгляд, добросовестная, грамотно сделана, потому что иначе бы мы эту картину не увидели. И она оценена в какой-то мере с точки зрения вот как раз балансов, когда традиционно мы исходили с того, покрываются ли дефициты, если мы все выведем, например, все, что нужно, нельзя все сразу выводить, как можно выводить. Вот с этой точки зрения работа выстроена нормально, но с экономической точки зрения эта работа, и задача так, кстати, и не ставилась, и это плохо. Вот это важный очень вопрос. Как быть? мы знаем, что каждая энергокомпания, которая собирается вводить какую-то мощность, она же считает свой бизнес, да, она должна посчитать в том числе и окупаемость, и эффективность ввода этой мощности, и там, где невыгодно, там, где невыгодно строить электростанцию, соответственно, строить ее не будут. Так это или нет? Вот есть какие-то соображения. Ведь компания сама посчитала. Это же ее убытки, если она собирается построить все нормально. Надо ли считать экономику? Давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Пожалуйста. Ну и вот по поводу когенерации для теплоснабжения, я так понимаю, здесь тоже это не рассматривалось. Вот если мы говорим, что теплоснабжение должно осуществляться с помощью комбинированной выработки, то в этой программе вот это как раз тоже не учтено. Так, да? Вот. Да, конечно. И вот смотрите, это в этом смысле какие риски сегодняшние и какие угрозы сегодняшнего дня программа снимает, скажем, если говорить по балансам, а какие не снимает, а еще, а какие может быть создает, давайте попробуем подумать, а какие риски мы создаем этой программой, нарисовав ее, что не учитывается, вот вопрос Амины, да, что не учитывается. На самом деле комбинированная выработка, она каким-то образом как политика строилась, учитывалась здесь или нет. Если нет, то как? И вот как быть сегодня группой теплоснабжения? В программе нечего прочитать на эту тему. И нам придется самим что-то тут думать. Это так. Спасибо за это еще замечание. И вот по поводу экологических требований, насколько я понимаю, вот здесь какие они учтены, это требования, ну так скажем, вчерашнего дня. Наверняка выбросы СО2 и эмиссия СО2 наверняка здесь не учитывалась, хотя проблема это общемировая, она сейчас вообще на острие. Спасибо. На самом деле вот этой группе экологов надо разобраться здесь с этим делом, потому что если говорим про СО2, то я говорил вчера уже, то это требование у нас сегодня еще не является нормой, оно не нормируется. Оно, скажем, СО2 нормируется, и 150 тысяч тонн, которые выбрасывают Рефтинской ГРЭС, это, скажем, очевидное зло. Мы не вписываемся в концепцию, экологическую концепцию с Рефтинской ГРЭС, и что с ней делать, непонятно. Я наблюдал, я рассказывал это прошлый год, наблюдал на совещании, когда Гредин вызвал себе Энрик Авиали, генерального директора ЕНЭЛО ГК5, задним столом, он сказал, мы не согласны с вашей программой. Почему? Мы же вкладываем очень много миллиардов, на самом деле, миллиарды рублей вкладывают в реконструкцию Рефтинской ГРЭС, потому что она не соответствует экологическим требованиям. Ну как? Мы же улучшаем, очень существенно улучшаем, у вас все становится резко лучше, чем до нас. Мы приходим, стало резко лучше. Он говорит, все равно не вписывается. И задает им вопрос, а вот у вас СО2 улавливается на электростанции в Европе? Я говорю, да. Ну мы же к этому много лет шли, мы же вкладывали очень большие деньги, это же очень дорого. Ну, как я понял, образно, не понимая, честно говоря, ни химик здесь и ни специалист в этой области, рядом с электростанцией надо построить еще одно предприятие и туда возить еще эшелонами, как уголь, рядом еще известь возить, чтобы гасить вот этот выброс, чтобы его не было, чтобы его как-то связывать. И это очень дорогое удовольствие. Да, Европа так делает. Может, нам, может, не стоит, мы же не Европа. Вот этот момент, я хотел бы на него обратить внимание, что непонятно, непонятно, каким образом, когда пишем здесь, да, референческий грязь не соответствует, например, экологическим требованием. И что с этим делать? Программа на это не отвечает. Конечно, в вашем докладе это должно быть отмечено, но кроме этого надо понять тогда, в чем тут проблема, какова эта проблема. Может, это и не проблема, так уж, чтобы там трехство поднимать, ну и подумаешь. Лучше же становится, хуже же не становится. Есть что-то еще? Пожалуйста. Микрофон дайте. А, вот. Юлия Лекомцева, группа номер 7, кадровые аспекты энергобезопасности. Правильно я понимаю, что программа развития энергетики Свердловской области не затрагивала при своем формировании кадровый аспект? То есть, правильно ли я понимаю, что имеющийся кадровый ресурс соответствует будущим поставленным целям и сможет их реализовать? Два вопроса здесь. Два вопроса. Первое. Да, программа, требования к ее разработке, сформированные Министерством энергетики Российской Федерации, они вообще не учитывают этот аспект. Вообще не учитывают. Поскольку задачка там ставится, ну какая, как бы конечная, что должно быть, а вот как, какой ценой, в том числе, какие дополнительные решения должны быть приняты, эта задачка даже не ставилась, ни на каком уровне, ни на федеральном, но и на нашем тоже не ставилась. Но тем не менее, если программа написана правильно, но она не реалистична, она же уже неправильная. Надо тут разобраться. А вообще, вот кадровый аспект, как должен быть учтен. И в этом смысле, смотрите, может быть, точно так же можно двигаться по этой же схеме, по которой могут двигаться группа, скажем, сети и группа генерации. Сегодня состояние дел вот такое, есть программа. Программа снимает эти риски и вызовы? Или не снимает? Или добавляет новые? Хорошо бы, чтобы ваша группа поработала над этим, вот в этом плане. И сделала свое хотя бы качественное какое-то предположение о том, что происходит с этими рисками, если эта программа будет реализована. По большому счету, может быть, даже задать вопрос, надо ли такую программу реализовывать. Да? Хорошо. Что там второе-то? Правильно ли я понимаю, что имеющийся кадровый ресурс способен реализовать вот эту программу? Ага. Вот. Это, мне кажется, еще более сложный вопрос. Понятно, что его не было в программе, да? Теперь, к кому этот вопрос? К разработчикам? Ну, я участник разработки, конечно, но я бы сказал так, я не готов ответить на этот вопрос. И вообще, это может быть вопрос вопросов. А кто способен реализовать эту программу? В каком смысле? Если в смысле денег, есть деньги, все купим, то, может быть, и проблемы никакой и нету. Может быть, мы зря тут пыль поднимаем. Но деньги же есть, они же сказали, деньги принесут, построят, значит, реализуют эту программу. В этом смысле, наверное, и проблемы нету. Но, может, есть какие-то другие смыслы, Юля, которые тоже надо сюда втянуть и сказать, а вот с этой точки зрения программа плохая. Я не знаю, плохая на хорошую, с этой точки зрения. Я в этом отношении как бы не готов. Я мало думал в этом направлении. Хорошо бы, если бы ваша группа пыталась как-то удержать этот вопрос и попытаться на него отвечать. Спасибо. Спасибо. У нас еще есть, конечно, кусок программы, это развитие сетей. Вот мы попробуем сегодня понять, каким образом мы можем довести до вас вот этот доклад, в том числе, эту презентацию. Но, во-первых, у нас есть программа, вы там можете прочитать, там в том числе есть узкие места энергосистемы, описанные, там в том числе есть, скажем, приложение, 64 сетевых объекта, которые надо построить. И это то, что у нас будет там через 5 лет. Сети на более далекую перспективу не прорисовываются, не просматривают. Но это есть, можно заглянуть. Но я не знаю, что нам даст то, что мы увидим, вот эти 64 объекта. Ну что с ними делать? Да. Как оценить ситуации в сетях? Я бы обратил ваше внимание больше на то, что да, надо построить, надо вложить вот такие деньги в сети. И вспомнить вчерашнюю экспертную дискуссию. Всего, чтобы реализовать эту программу, надо вложить примерно так, мы посчитали, но каждый считал свой объект, достаточно аккуратно. 500 миллиардов рублей, полтриллиона. Таких денег отродясь не вкладывала Свердловская энергосистема в ее развитие. И эта цифра так очень необычная по своей величине. Очень необычная. Но это 50 миллиардов в год за 10 лет, если. Ну, а если взять по неравномерности вводов, то какой-то год может и 100 миллиардов надо вложить. Как это, это тоже непонятно. Потому что некоторые деньги может быть и посчитаны кем-то, а некоторые может быть и не посчитаны. И больше того, я вот задавал такой вопрос, ну, вроде бы, вот Андрей Антаков как раз, мне кажется, правильно ставит вопрос. Вот в этой пласкости возникает целая серия вопросов. Ну, если мы видим Демидовскую ТЭС вот здесь, ее должны построить. Видимо, бизнес уже посчитал, видимо, она уже для него окупается. Но это за кадром этой программы остается. И эта программа, может быть, даже и не должна на эти вопросы отвечать. Ну, тогда как с ними быть? А Демидовская ТЭС здесь не написана, это мы узнали позже. Стоит 111 миллиардов. Два блока по 660 мегаватт, на берегу реки Часовая, очень красивая река, красивая станция с сухим золоудалением, тут же где-то, который, я их спрашиваю, а куда вы будете девать золу? Они говорят, мы построим два завода. Два завода, которые будут утилизировать, делать это блоки, еще чего-то делать, стеновые или конструкции какие-то. Я говорю, а кто будет покупать? Я понимаю, что я уже лишние вопросы задаю. Я просто знаю, что золу Рефтис, как раз, там никто не покупает, можно сказать. Во-первых, она дорогая, во-вторых, там, ну и ограниченные возможности. Есть такая проблема, одна из проблем. Но, возвращаясь к тому, что бизнес же посчитал, не надо думать об экономике, может быть, бизнес же посчитал, что это окупается. Оказывается, нет. Оказывается, схемы выдачи мощности при избыточности, которую вы видели здесь, не разработали. Но какую-то разработали, она уже устарела. Она не согласована с системным оператором и не будет согласована. Это мне эксперты из Энергосит-проекта сказали, которые они ее и разрабатывали. Ситуация уже сдвинулась, картина уже другая, ее некуда выдавать. Мощность 1260-320 мегаватт, 660 на 2. Некуда выдавать. Если посмотреть генсхему, она же над нами еще генеральная схема есть, куда тоже все хотелки записаны, там вообще-то уже 2000 мегаватт нарисовано, они туда тоже послали свою хотелку. Обратите внимание на одну деталь. Казицын обращается к Куевашеву с вопросом, с просьбой направить в Министерство энергетики свою просьбу включить Демидовскую ТЭС в ДПМ-2. Я бы сказал так. В ДПМ. А зачем это? Я понимаю, что тут большинство не знает, что такое ДПМ и зачем это. Я понимаю, вопрос задаю, может быть, не экспертам. Но это за тем, чтобы эти деньги как бы отбились гарантированно, чтобы инвестору ничего не было, будет она грузиться, не будет она грузиться, как бы рынок ему обеспечит окупаемость. Это значит, что у нас схема, а Виллисов об этом вчера говорил, схема у нас кривая. То есть получается, что у нас собственник не отвечает за свой бизнес, потому что его затянули, можно сказать, вот в эту российскую рыночную энергетическую действительность по определенным правилам, которые сложились. тема, которая для нас может быть и сложновата, но тем не менее, это вот к вопросу экономической обоснованности, она на самом деле, скажем, первое мое предположение, что бизнес сам отвечает, и это его риски, это его проблемы, неверно. Я вас предупреждаю, на самом деле это не так. И вот кто знает как? Все вопросы. Это реплика к тому, что к этой программе нельзя относиться как к некой догме, что в ней все учтено, выявлены все проблемы. Это только у нас некоторое подспорье для того, чтобы нам двигаться дальше. На этом мы завершаем вот этот первый сегодня экспертный утренник. работаем в группах сегодня по программе и по регламенту. Всем спасибо.